Аналитические репортажи, разнообразие мнений, герои и комментарии экспертов. Объективно и достоверно в программе. В центре внимания. Здравствуйте. У микрофона Шахада Цейбназарова. Программа подготовлена Британским институтом по освещению войны и мира. В ближайшие несколько минут мы снова с вами поговорим о том, что важно. Заболевания туберкулезом становятся проблемой общенационального масштаба в Таджикистане. Будучи социальной болезнью, туберкулез чаще поражает больных с неблагоприятным социальным статусом. И хотя медики утверждают, что усилия по борьбе с туберкулезом расширяются, реализуется ряд проектов для выполнения национальной программы с привлечением международных организаций, этот вопрос по-прежнему актуален в Хатлонской области республики. Орзу и Карим продолжат тему. 18-летняя Рузия Мох, жительница района Бохтар, Хатлонской области, после окончания 9 класса заболела туберкулезом. Сейчас Рузия Мох – потенциальная невеста, и по ее словам, если кто-то узнает о ее болезни, она не сможет выйти замуж. Родные скрыли заболевание и начали лечить ее народными средствами в домашних условиях. Так продолжалось 8 месяцев, однако ей становилось все хуже. Только после того, как девушка начала терять вес, ее силой отвезли в больницу. Я не хотела, чтобы все узнали о моем заболевании. Лечилась дома, от всех скрывала болезнь. Я начала кашлять, после рентгента выяснилось, что у меня туберкулез. Сказали, что может помочь собачье мясо, но не помогло. Отправили меня к снахе, сказали, что там есть медвежье масло, которое должно помочь. Четыре дня я пила это масло, после чего начала кашлять с кровью. Вот уже 8 дней, как Рузия Мох, проходит лечение в туберкулезной больнице города Кургантюбы. О полном выздоровлении пока говорить рано. В одной палате с ней лежит 25-летняя Санджагуль, она из Вахшского района. Первые результаты лечения она почувствовала только спустя месяц. Только потом ей стало легче дышать и появился аппетит. Санджагуль также скрывала свою болезнь. Я кашляла, температурила, дома мне делали уколы, но не помогло. Сделала рентген, сдала анализы, после чего мне сказали, что проблема в легких. Сказали, что нужно ложиться в клинику. Тут хорошо, двухразовое питание, измеряют температуру, давление. Здесь питательная диета, насыщенная белком пища, мясом, рыбой, искущенным молоком. Все это приводит здоровье в норму. Врачи в Хатлонской туберкулезной больнице говорят, что это заболевание в домашних условиях и народными средствами не поддается лечению. В большинстве случаев молодых людей тайно лечат дома и приводят. В больницу только после того, как их состояние здоровья ухудшается. Этот фактор очень беспокоит врачей, потому что в таком состоянии болезнь очень трудно и долго лечится. Фазидин Сафаров, представитель Центра борьбы с туберкулезом в Хатлонской области, отмечает, что 80% больных с туберкулезом составляют молодые люди, которые скрывают свою болезнь даже от близких людей. Они держат все в тайне. Думают, после того, как все узнают о заболевании, парни не смогут жениться, а девушки выйти замуж. Поэтому и скрывают. Однако лечить эту болезнь дома очень опасно. Специалисты считают, предупрежден, значит вооружен. На повестке масштабной информационной кампании среди молодежи им расскажут, как избежать болезни и что делать, если есть подозрительные симптомы. Кроме того, будут отслеживать уже заболевших и отправлять их на обязательную диагностику и лечение. Говорит Гулрафтор Сафарова, доктор с многолетним стажем. Особенно заболевания скрывают девушки, боясь, что это может повлиять на их будущее. Молодые ребята также боятся народной молвы. Поэтому мы проводим информационные кампании, рассказываем, что туберкулез лечится. И в будущем молодые люди могут создавать семьи и вносить свой вклад в развитие общества. В Таджикистане на рост заболеваемости туберкулезом повлияли факторы, связанные с гражданской войной и глубоким экономическим кризисом, приведшие к резкому снижению уровня благосостояния населения, ухудшению здоровья, нарушению питания, проживания и миграции. По словам эксперта Мухаммада Саид Валиева, в стране проводится огромное количество противотуберкулезных мероприятий. Однако для решения этой проблемы, наравне с обеспечением доступа к медикаментам, необходимо улучшить условия для больных туберкулезом. Низкий экономический уровень семьи сказывается на болезни. Если у больного нет хорошего питания и он не в состоянии лечить болезнь, в таком случае только за год он сможет заразить туберкулезом до 15 человек. По сравнению с другими регионами Таджикистана, в Хатлонской области больше всего зарегистрированных случаев заболевания туберкулезом. По мнению аналитиков, это заболевание чаще наблюдается в малоимущих семьях, по сведениям Управления здравоохранения и социальной защиты Хатлонской области. По региону зарегистрированы 4000 больных туберкулезом. 80% из них составляют больные в возрасте от 18 до 35 лет. Из них 300 человек находятся в трудовой миграции в Российской Федерации. Особенно сложная ситуация сложилась в Осейском районе, Хатлонской области и городе Кургантюбе. Репортаж подготовил Орзуи Карим, Хатлонская область. Уважаемые радиослушатели, если у вас есть какие-либо комментарии, вопросы или вы желаете рассказать о своей проблеме, вы можете позвонить на наш номер 44-640-10-11. Вы слушали программу, подготовленную Британским институтом по освещению войны и мира. У микрофона была Шахадация Ибназарова. Наши радиосюжеты и статьи вы можете найти на нашем сайте в интернете. www.iwpr.net или www.kabar.azia. А также на Фейсбуке вы можете посмотреть нашу страничку www.iwpr.tadjikistan. Встретимся на этой же волне в то же время ровно через неделю. Мы снова с вами поговорим о том, что важно.